всем привет с вами снова трибунал и сегодня мы поговорим о системе опыта в драгон раджи поговорим о том как она настроена поговорим о том как достичь максимально быстро уровня определенного то бишь что нужно проходить для максимального скажем так кача по левел и по экспе поехали значит изначально нужно понимать то что каждый сервер имеет свой уровень чем старее сервер тем старее уровень сервера все уровень сервера можно посмотреть вот здесь где опыт нажимаем на глазики на текущий уровень 105 следующие настройки через 23 дня как же настроен о настроена система опыта в драгон раджи то бишь есть изначально уровень сервера все кто ниже этого уровня начинают получать дополнительный опыт ежечь если же человек получает этот уровень сервера и поднимается выше например он начинает получать меньше опыта соответственно настроена система так что новички будут очень быстро догонять старичков и вплоть до того что если человек будет проходить все мероприятия которые есть которых я сегодня расскажу то он может догнать даже первую очередь ну человека на первом месте потому как человек на первом месте будет получать как бы так дебафф на опыт он будет получать меньше опыта начиная уже со следующего а по после уровня сервера сейчас вот уровень сервера 105 все кто 106 будут получать на 10 процентов меньше все кто 107 если я не ошибаюсь на 20 процентов меньше а 108 там уже почти там или 40 или 50 процентов зарезание то есть очень большое зарезание соответственно для меньших ловелов идет большой бонус опыта значит по опыту есть обычные события то есть я специально снимаю на твине чтобы показать все события абсолютно то есть ежедневные есть кап опыта ежедневного вот внизу глазики там можно посмотреть опыт на сегодня значит опыт по ежедневным во всех заданиях со звездочкой то есть это вот тур для лучших аттестация невероятный риск призраки что у нас еще о скоростной ураган вот вот в этих заданиях также есть еще в дневных пвп заданиях да там тоже есть кап опыта но а он не распространяется на первую битву например вот здесь вот есть первая битва это за первая пвп ежедневная даже если у вас кап опыта достигнут и вы все равно идете на первую пвп битву все равно получите этот опыт также есть выходные бонус за две победы за выходные они также стакаются сверху этого опыта значит вот есть все ежедневные задания желательно их проходить максимально по возможности также есть вот такие вот как тик-так он раз в неделю мало того что вы можете получить опыт и скажем там плюшки разные за прохождение этого тик-така вы можете также получать опыт за то что вы находитесь пати с тем кто проходит этот тик-так об этом я узнал недавно но в принципе там не за все задания за некоторые задания будут вам давать опыт и также очки клуба нам дальше за что у нас еще за инстанции будут проходить в принципе за все задания которые вот здесь есть сольник обязательно двойной парные инстанции обязательно также есть приятные часы да где вы собираете пати с солья со клубом ребятам из клуба и делаете фотографии вам дают опыт и там разные плюшки также вам будут давать эти же плюшки меньше но будут если вы находитесь в пати с тем кто делает это фото трижды в день можно получать опыт за помощь в приятных часах это для достижения максимального опыта отдых доме то есть принципе все задания которые здесь есть их нужно выполнять есть также в союзниках баунти да и здесь опыт зависит вот смотрите первое желтая на вот эксп это опыт который получит персонаж на данный момент чем выше будет видите вот 22 с это уже 210 тысяч опыта вы будете получать он также будет зарезаться если например сделать а это 160 тысяч бэшный это 136 то есть соответственно вам нужно ежедневно делать 12 заданий вот в 2s и тогда у вас будет максимального опыта с баунти это обязательно и обязательно в 2s и нам больше награды по союзникам но мы сейчас говорим конкретно об опыте синий опыт это опыт союзников именно альянса а а желтый опыт это ваш опыт который будете получать но он также рейтуется бонусом от сервера и также уменьшается бонусом сервера если у вас выше или ниже для тех кто имеет левел ниже сервера на 2 то есть если сейчас ловел сервера 105 у меня twin 101 соответственно есть еще вот такая вот фишка как память найти память полетели сейчас посмотрим это можно докупать опыт это только для тех кто на 2 левела ниже сервера они могут докупать опыт себе за камни камни обычные фармится неплохо то есть принципе это не проблема вот ps находится колледж кассу сложно проще через задание его найти начать восстановление памяти 50 алмазов попыток 5 и если я не ошибаюсь от количества доната вот сколько мы получили три сколько 37 миллионов что ли ни разу не восстанавливал не просто цифра с ума сошли до 37 миллионов в том числе запас опыта а это наверное у меня был бон давайте еще раз попробуем следующую цифру да это у меня там просто запас был шоке не ну тоже 15 миллионов и 2 и 8 но в принципе 18 миллионов за 50 камней а уже 102 уровень быстренько опнулись в общем 15 миллионов 10 раз это 150 миллионов 150 миллионов это на минуточку полула то есть за два дня лавил можно опнуть вот таком на хай-левель нам уровне вот это через восстановление памяти да дальше есть у нас задание так что у нас еще есть да есть в клубе вот такой вот хакер значит за задание разного уровня дают разный бонус по опыту соответственно максимально за золотой минимум минимально за зеленый соответственно я предлагаю вам проходить либо фиолетовый либо золотой обновлять тратить даже те же камни вот например да вот два золотых и фиолетовый вот именно в таком порядке ниже не имеет смысла меньше будет опыта это секундочку меньше будет не актуально вот естественно все события которые у нас вот здесь вот недельные мы все проходим но есть еще скрытые задания которые тоже дают опыт значит эти скрытые задания у нас это чизуру белое солнце вот мы открываем карту белая луна чизуру вот по центру белая луна чизуру там как раз сейчас проходит белая луна Она появляется рандомно, появиться она может в 0-0 минут, каждый час. Соответственно, нет никакого расписания, появляется рандомно. В мир будет отправлено сообщение, что произошел всплеск магических камней в Чезуру. И вот появляется, нам повезло, сейчас она есть, мы можем собрать эти камни. 6 камней в день, они дают опыт. Соответственно, этот опыт также увеличивается от бонуса, от уровня севера. Но нет разницы, какой камень вы соберете. Что за синий, что за красный, что за белый, вам будет давать одинаковый опыт. Вот сейчас я показал, 790 или сколько там, 79 тысяч, да, 79 тысяч, по-моему. Одинаково дается опыт, соответственно. А, 790 тысяч, да. Но это мне сейчас дает, а на хай-левеле дает там по 50 тысяч, по 36, если вы уже там перепрыгиваете за уровень севера. Соответственно, за счет этого бонуса вы быстрее догоняете. Кроме этого, есть еще этот ивент появляется, получается, рандомно и дает опыт. Если вы будете его ловить, то есть будете ежедневно получать дополнительный бонус по опыту. Есть еще такой же ивент, который нигде не обозначен, но он также появляется. Это на территории клуба появляется так называемый ивент с пэтами. Вот. Здесь нужно исполнить задания, которые будут давать НПС. НПС по центру стоит, после чего открыть сундуки и за все это получить опыт. Вот. Скриншот, соответственно, вот предлагается. Далее у нас есть еще сила клуба. То есть за очки, которые вы зарабатываете, выполняя квесты клуба, также выполняя хакера, вы получаете монетки. Монетки. Эти монетки ежедневно 20 штук можно подать вот этому парнишке. И он за них выдаст вам опыт. Также, выполняя события, вам дают вот такие вот камень мудреца. Четыре камня в день. Там, в принципе, кто экономит, может, собирались больше. Там, можно они в день, можно там два раза в три дня, например. Соответственно, их можно сдать вот этому парнишке. И за них, соответственно, получить тоже опыт. Опыты и там, айтемы. Но мы сейчас говорим именно об опыте. Вот. В принципе, если не напрягаться и проходить просто ежедневки, даже не упираясь в лимит, то вы будете плюс-минус там пару левела сервера идти в ногу со всеми. Если сейчас создать персонажа, вот прям вот сейчас, да, с учетом того, что у нас 106-й левел есть максимально на сервере, а текущий сервер, уровень сервера 105-й, то за две недели гарантированно, я думаю, что будет 100-плюс левел. Соответственно. Это если создаться вот на S9 нового персонала. То есть, настолько прикольно продумана система опыта. И она не заряжает, не зарезается кайфом от самого игры. Почему? Потому что независимо от того, какой у вас шмот был там на 90-м, на 80-м, он не имеет никакого значения. Вы просто апаете сотый и бьете новые данжи, выбиваете новый шмот, да. И новый шмот, новые статы вы все равно обновляете. Единственный минус, конечно, там накапливающиеся айтемы, типа дракоников, типа разных прокачек, это, конечно, будет минусом. Но именно в плане опыта система настроена вообще шикарно, и мне очень нравится. Ты можешь играть-играть, забить, там что-то случилось, ты там пропустил пару месяцев, вернулся, ты опять в топе по левелам, и, конечно, тебе придется по грейду, по шмоту немножко поднапрячься или там поддонатить, это уже твое решение. Но, тем не менее, ты можешь получать реально, ну, все игровые плюшки ты можешь получать без доната. И, соответственно, просто немножко там больше напряжься, скажем так. Но, решая вопрос опыта, я говорю, что это топовая система, которую я встречал вообще за все сервера. Были бонусы по серверам, но не было такого типа дебафа, типа по левелу, если вы выше уровня сервера, уровень сервера обновляется, там, с каждым левелом все дальше и дальше, соответственно, у вас есть время насладиться определенными там клюшками, там, сотого левела, там, дальше с 105 до 110 будет, например, 3 месяца и тому подобное. То есть, вы не можете шагнуть выше. Даже пусть вы ультра донат, вы все равно не шагнете выше. Есть еще, кстати, одна фишечка по опыту, то, что я не сказал, есть бутыльки, не желательно тоже покупать. Сейчас я вам покажу. Ну, в магазине вот такие, Мираж напиток. Их 5 штук в день, можно покупать и использовать. Давайте вот 3 штуки купим, чисто, чтобы показать по опыту. Вот, использовать все 3. Да, они дают, видите, тоже 790 тысяч, то есть, в принципе. Вот, вот такая вот легкий экскурс. Рассказал про скрытых 2 задания и про то, что в тик-таке тоже можно получать опыт. В принципе, такого, не знаю, может, еще какие-то есть нюансы, пишите в комментариях. Но я считаю, мое личное мнение, система опыта реально топ. Если еще систему грейд-шмота подтянуть, ну, не именно шмота, а там, скажем, всяких плюшек, то, блин, вообще шикарно будет. Очень мне нравится. Вот, это мое мнение. А свое мнение вы можете оставить в комментариях. В принципе, всем спасибо, всем пока. Отпишите комментарии, оставляйте лайки. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok